Все, что было до этого, ребята, вы понимаете, что это не совсем так. Вот у вас план. Вот план, вот палки, и попробуйте только их не собрать. Но это будет некий такой пилотный режим, когда самозанятые смогут легализовываться через мобильное приложение. Смур, спасибо. Во-первых, приветствую вас. И спасибо за то, что согласились принять участие в нашей передаче. Мы снимаем интервью сегодня в циклопарке «Идея». Это был один из центров, скажем так, инноваций, предпринимательства, который был создан в нашей республике. После него появились уже и кем-мастер Челны, и IT-парк, и Химград, и все центры развития бизнеса и предпринимательства, которые в районы сейчас пошли. Как вы считаете, вообще, с чего начинается предпринимательство? Андрей, во-первых, спасибо, что пригласили. На самом деле, интересно, приятно. Говорить там риторический вопрос, с чего начинается предпринимательство, можно, наверное, бесконечно. Об этом куча книг написано, и очень много изречений. Я могу сказать, что для нас, для той службы, которую я возглавляю, для службы бизнес-омбудсмена, для Совета по предпринимательству, где я являюсь секретарем, то есть бизнесмены сегодня, они создают то, благодаря чему мы, в принципе, существуем. Они платят налоги, они создают инновационные продукты, и бизнес, на самом деле, это та движущая сила, которая, в принципе, развивает. То есть, на самом деле, все инновации сегодня происходят в первую очередь потому, что бизнесмены пытаются удовлетворить запрос на лень чью-то, или сами просто пытаются заработать. И сегодня все, что мы имеем, все инновации, все развитие, которое происходит в мире, в первую очередь это происходит благодаря бизнесменам. И предприниматель в этой части – это человек, который создает, который творит, и которому уже с нашей стороны нужна защита и поддержка. А почему ему нужна защита и поддержка? Зачем ты этим занимаешься? Зачем тебе ставят задачи какие-то определенные? Почему? Ну, как бы здесь, опять-таки, если уходить в такую большую риторику на секунду, можно сказать, что у нас в стране, мы знаем, 28 лет всего рыночной экономики. Поэтому сегодня нашему бизнесу, ну, фактически на практике мы увидим, что им нужна защита, и нужны люди, которые внутри государственных органов отстаивают их интересы. Как думаете, вот Стив Джобс может сейчас родиться в России, или вообще, или это прерогатива стран, которые уже давно идут по этому пути? Не, на самом деле… И поможете ли вы его становлению, вот скажем так? Ну, давайте так. Безусловно, во-первых, Стив Джобс, если брать это как за некий символ, человек, который в какой-то степени перевернул мир, да, и является уже легендой, да он может родиться где угодно. Они рождаются, такие люди уникальные, они рождаются в разных странах. И где в итоге окажется там такой талантливый бизнесмен, это вопрос сегодня конкуренции. Мы, конечно, способствуем, мы занимаемся конкретно тем, чтобы в России появлялись такие точки, и вообще страна стала тем местом, где бизнес инновационный может развиваться. Но это наша задача, которую мы, по сути, должны решить, как институт бизнеса омбудсмена, создать вот это вот эффективно работающее гражданское общество, которое отстаивает права бизнеса, уже не на профессиональный, а на вот такой общественной основе, гражданской основе, как это происходит как раз-таки в обычных, ну, в развитых странах. Оглядываясь предыдущие годы, и что самое главное было сделано, значит, на чем вы внимание свое заостряли, и какие планы у вас на предстоящую пятилетку? Ну, если говорить про прошедшие пять лет, то в первую очередь сегодня уже это, может быть, немножко забылось, но первая задача, которая передо мной стояла в самом начале, это вообще, в принципе, сформировать, создать эту структуру. Мы, Татарстан был одним из первых регионов, где появился профессиональный институт бизнеса омбудсмена. Мы были не первые, но одни из первых. Примерно 70% обращений закончились тем, что предприниматели, нам удалось им помочь восстановить их права и либо оказать какую-то помощь в решении их реальной проблемы. С самого начала мы поняли то, что есть проблема коммуникации. То есть бизнес, власть, разговаривают на разных языках. Мы запустили проект «Бизнес-власть. Откровенный разговор». Кроме того, совет по предпринимательству. Конечно, это наш очень важный проект. Я являюсь его секретарем. Создан он по поручению президента. Совет у нас работает в формате проектного офиса. С нами работает постоянно огромное количество бизнесменов. У нас сегодня есть активная база контактов. Примерно 20 тысяч предпринимателей. Это те люди, с кем мы практически постоянно коммуницируем. Ну, то есть, вот, если говорить про прошедшие пять лет, это вот работа в разных вот таких направлениях. Конечно, в каждую можно погружаться глубоко. Но если говорить про будущее, я могу сказать, что сегодня, конечно, ну, во-первых, мы планируем продолжить работу советы эффективно. Перед институтом бизнеса Моцмена стоит достаточно серьезная задача, связанная с тем, что сегодня в какой-то степени требуется еще и немножко изменение характера нашей работы. То есть, от нас ждут сегодня, что мы будем продолжать работать эффективно с обращением предпринимателей, но при этом, что мы больше будем вторгаться в какие-то системообразующие проекты. Это требования на федеральном уровне. И, ну, в Татарстане у нас есть совет, и мы за счет этого работаем. Но Борис Юрьевич Титов ставит задачу, чтобы мы были уже, влияли на, там, не знаю, и на флой до того, что разработку или принятие каких-то решений крупных и законов на региональном уровне. Кроме того, тема отдельная – это уголовное преследование бизнеса. Отдельные кейсы, отдельные истории. Их не так много, но с каждым работать особенно сложно. Ну и есть очень важная тема, она связана с тем, что сегодня идет запрос от многих муниципалитетов. Муниципалитеты столкнулись, сейчас сталкиваются с ситуацией, что немножко как бы тупик инструментария, что можно так сказать. То есть есть инструменты классические, понятные, да, что делать с бизнесом. Ну, там, я не знаю, строить промплощадки, выбивать субсидии, грантовую поддержку и так далее. Но многие районы столкнулись с тем, что в итоге это не дает такого качественного развития бизнеса и увеличения. Как ты считаешь, вот у всех же правоохранительных, там, надзорных структур есть свои планы, в том числе и финансовые? Хочешь, не хочешь, он должен принести там в клювике, там, какое-то количество штрафа. Вот каким образом эту ситуацию сломать и сделать, ну, чтобы дышалось более-менее легко, чтобы через предупреждение, через профилактическую какую работу, а не сразу карать, вот ты пропустил это, нам, будь милостив, значит, в бюджет, это все. Да, но это такая системная проблема, с которой мы уже давно работаем. В прошлом году мы проводили совет, одно из заседаний Совета по предпринимательству, где предприниматели как раз-таки пулом и блоком в целом выступили с конкретными кейсами и историями по поводу вот этого, ну, скажем так, немножко неадекватного поведения государства в их отношении, да, когда человек действительно не знал, и за мелкое правонарушение ему сразу же там предъявляют штраф. То есть вообще карательная функция такая вот, она, к сожалению, сегодня существует. Ну, мы очень подробно тему разбирали, президент после этого дал конкретные четкие поручения, Рустам Игоревич, мы вообще на Совет часто выносим, там, скажем, темы очень непопулярные. Но это поручение, на самом деле, председателя Совета, Рустам Игоревич, говорит, мы не должны хвалиться на Совете, мы не должны рассказывать об успехах. Мы должны вскрывать именно нарывы такие вот прям самые неприятные. Мы вот в прошлом году об этом как раз конкретно говорили. К чему пришли? Президент поручил сразу же и прокуратуре, ну, прокуратуре, точнее, он обратился с просьбой, мы с коллегами дальше отрабатывали. Также он дал поручение рассмотреть эти вопросы главам администрации, чтобы максимально уходить от вот этой практики, когда предпринимателей карают и по кодексу административных правонарушений их сразу же штрафуют. Здесь же логика очень простая. Предприниматель говорит, ну, слушайте, когда приходит контролер, я же не знаю всего набора вот этих вот обязанных требований, обязательных требований, которые есть. Даже правило благоустройства – это вот такой талмуд. Его просто невозможно даже запомнить большинству людей. Ну, а таких талмудов по разным сферам, его огромное количество. Поэтому, когда контролер приходит, можно же, говорит, они обращаются к нам постоянно, говорит, сделать так, чтобы он сказал, чего не так, и дал время на устранение. Но если я такой вот нерадивый и непослушный, тогда окей, штрафуйте после того, как мне дали время, я этого не исправил. Но если я готов исправить прямо сейчас, вплоть до того, что, знаете, там снег выпадает, приходит инспектор с утра и говорит, слушай, если ты лестницу не почистил, а плати штраф, он говорит, вот я с лопатой же выхожу. Я вот иду сам лично, чтобы чистить. Ну, говорит, давай, я теперь буду до 8 утра это делать. Он говорит, нет, все, факт есть, поэтому ты будешь штрафован. Это проблема. Мы с ней работаем. Во многих госорганах, особенно в федеральных, нам удалось ситуацию переломить. Они дали своим сотрудникам рекомендации и циркуляры о том, что необходимо все-таки применять профилактическую практику. Недавно на совет приезжал у нас замминистра экономического развития России Савва Виталий Шипов, который курирует контрольный отзор. Мы с ним тоже эту тематику очень подробно обсуждали. Он, конечно, тоже поддерживает вообще эту идею. Однозначно. И есть уже понимание того, что на федеральном уровне это надо делать. Но пока кардинальная ситуация не меняется. И, как вы правильно сказали, заметили, что сегодня, к сожалению, почти все контролеры, до сих пор у них полночная система остается. Я вот общаюсь с контролерами, они мне рассказывают ситуацию. Мы проводим совещание, когда присутствует кто-то посторонний, мы говорим про изменение подходов, а потом начинается закрытый режим, когда посторонних нет. Нам говорят так, все, что было до этого, ребята, вы понимаете, что это не совсем так. Вот у вас план. Вот план, вот палки, и попробуйте только их не собрать. И вот это, к сожалению, корень многих проблем – недоверие, в первую очередь, бизнеса к власти. А почему они так делают? Они озабочены состоянием бюджета, пополнения бюджета? Или, значит, показать работу свою нужно? Или у всех по-разному? Ну, на самом деле, тут все в комплексе. В первую очередь, привыкли таким образом показывать работу. То есть, есть KPI, там часто сегодня это не просто количество штрафов, да. Но есть, как бы, такое мнение, что если контролер вышел и вернулся без штрафа, то значит, что он как будто взятку там получил. Или вообще не ходил. Типа, как так, сходил и не нашел нарушения. Это первое. Второе. Они очень сильно сегодня при этом боятся. Они говорят, что если я пришел, и потом на этом объекте что-то случилось, то я буду нести там ответственность по полной программе за то, что я не нашел это нарушение и не предпринял там мер, вплоть до приостановки деятельности. Ну и как бы, не дай бог, кто-то пострадает. Вот это вот классика, да. Ну и третье, на самом деле, вот эта система показателей, я знаю, что во многих органах она есть. Ее на мне показывают, она скрыта, она не... Внутренние регламенты какие-то. Внутренние системы КПИ. Хорошо, а вот на законодательном уровне можно с этим бороться как-то? С этим не просто можно, нужно. Федеральные, они какие-то там изменения в законодательство вносят, потому что это же ключевые вещи. Мы никогда климат не улучшим с тобой, и ты лучше меняешь, ты понимаешь, как ты с этим работаешь. Если, значит, все будут под страхом ходить. Да, вопрос находится в плоскости федеральной. Есть даже новый КОАП, который уже написан, но он лежит на полочке. И, к сожалению, пока кардинальная ситуация не меняется. То есть его не выпускают, этот КОАП, но реформа контрольно-надзорной деятельности на федеральном уровне идет. Она сейчас доходит до такой точки, когда скоро должны начаться все-таки качественные изменения. И предприниматели, я надеюсь, все-таки начнут это чувствовать уже в ближайшее время. Но в Татарстане мы уже в этой части сильно продвинулись. На последнем совете вы озвучили результаты мониторинга состояния деловой среды, несмотря на то, что вы уже упомянули, что где-то есть улучшения, но в целом отмечена динамика к ухудшению. Почему, на ваш взгляд, это происходит? И как с этим бороться на региональном уровне? И возможно ли бороться? Ну, смотрите, это общий федеральный тренд, на самом деле. Да, сейчас все замеры настроения бизнеса, которые проводят коллеги на федеральном уровне, они говорят о том, что настроение бизнеса ухудшилось, и предприниматели негативно смотрят в будущую перспективу. Наши исследования, по сути, это индекс настроения бизнеса. То есть мы не оцениваем, я не знаю, сколько денег вложено в дороги или сколько построено промплощадок. Мы у самих предпринимателей спрашиваем, что вы думаете сегодня о состоянии вашего бизнеса. Расширяетесь, сокращаетесь, нанимаете людей, увольняете людей. Есть прибыль, нет прибыли. И самое главное, что думаете про внешнюю среду и про будущее. На самом деле, это вот сегодня наше исследование, наш индекс, рейтинг, это такой инструмент получения именно обратной связи. То есть благодаря ему мы чувствуем настроение бизнеса. Это очень важно. Можно бесконечно думать, что ты понимаешь, как чувствует себя бизнес, но только опросив вот такое большое количество людей, мы в этом году опросили 8100 бизнесменов. Таких выборок по одному региону практически никогда никто не делает. Это очень сложно. В крупных городах мы опросили, в Казани, около 2800 человек уже сейчас принято. Серьезно. Поучаствуем. То есть здесь сомневаться в цифрах вообще не стоит. Она анонимная? Да, это все анонимно. То есть предприниматели в этот раз смогли у нас пользоваться порталом госуслуг. А вы по каким критериям подбираете? Звоните там или берете из каких-то баз, выходите? Как они соглашаются участвовать в выборке? По каким критериям вы отбираете? Да, ну как я говорил, у нас есть активная база контактов, порядка 20 тысяч человек, предприниматели республики. Мы понимаем, чем они занимаются и так далее. Ну, в смысле, какую сферу бизнеса примерно представляют? Два формата в этом году мы использовали. Первое. Вместе с Министерством связи мы сделали очень интересный, хороший сервис. Опрос через мобильное приложение госуслуги Республики Татарстан. Система сама валидировала тех, кого мы знаем, и предлагала им пройти опрос. Всем остальным предлагалось включить пометку, что он предприниматель, и они тоже могут принять участие в таких опросах. Опросы становятся доступны. Так вот, предприниматели участвовали через вот эти опросы. Плюс работал активно наш и привлеченный колл-центр. И, ну, как бы, многих при этом мы также опрашивали по телефону. То есть мы звонили, представляли, что это исследование, проводимое Советом по предпринимательству, ну и просили их ответить на вопросы. То есть и в итоге мы получили вот такую выборку из 8 тысяч 100 человек. — Вернемся к ухудшению состояния деловой среды. Вы сказали, что это, понятно, российская тенденция. Какие надежды дальше вы видите? Или предприниматели видят, или они констатируют ухудшение, собирают там свои капиталы, уезжают куда-то, думают уехать, сворачивать бизнес, уходить там куда-то? — Да, ну, смотрите, результат, который мы получили… — Вы на пульсе руку держите, да. — Да, они, с одной стороны, показывают, что настроение как бы ухудшается, тренд отрицательный, и состояние бизнеса, оно как бы следует за ожиданиями. Если год назад мы спрашивали, предприниматели говорили, что у нас ожидания плохие, то сегодня у них состояние бизнеса примерно на том же уровне, как они ожидали. Вот этот общий тренд, он идет на снижение. Это общестрановая ситуация. Мы не можем повлиять на общестрановую экономику, мы не можем компенсировать сегодня падение покупательской способности населения, мы не можем компенсировать там потерю выручки многих компаний, потому что, ну, извините, у бюджета нет столько денег, чтобы взять и залить это деньгами. Поэтому сегодня становятся особо актуальными, по большому счету, не только вот эти классические меры поддержки, когда там дают гранты, когда дают какие-то субсидии, создают что-то, да. Здесь нужен еще и подход меня, то есть для бизнеса важны деньги, безусловно, но если с деньгами есть сложности, нужно помогать во всем остальном, где деньги уже не требуются. Снимать административные барьеры, упрощать там контроль надзора и уходить от карательной практики. Переходить вот к этим профилактическим мероприятиям, когда контролер предпринимателю помогает решать проблему, а не пытается его за это наказать. Создавать какие-то форматы, когда предпринимателю легче реализовывать свои идеи и проекты. Это, знаете, такая комплексная работа. Хорошо, Тимур, что вы делаете в момент форс-мажорных ситуаций? Безусловно, крах от фондбанка стал форс-мажором для очень многих и мелкого, и среднего, ну и крупного даже бизнеса. После этого настроение у людей не улучшилось, несмотря на то, что предпринимается определенная работа по возвращению. Но тем не менее, как вы себя в той ситуации вели, как помогали? Ну, вы знаете, в подобных сложных кризисных ситуациях мы в первую очередь видим свои задачи помочь людям просто, ну, найти быстрые какие-то решения вот этих вот локальных проблем, которые там возникают. Мы этим всегда очень активно занимаемся. Дальше наша задача, когда уже вот первые проблемы сойдут, ну, как вот, допустим, не знаю, там, ситуация с фондбанком, да, когда мы, когда все это происходило, и мы провели вот эту первую встречу, я помню, ну, мы смотрим в соцсети, видим, что предприниматели начали хаотично собираться в Меге. Я быстро собрал там часть команды, сели в машины, приехали в Мегу, пришли туда вот, где они собираются, и вот это была первая встреча, мы с ними вот начали общаться. У нас не закидали там стульями, там, чем-нибудь? Нет, да не закидали, ну, я знаю, что не закидают. Почему они должны закидывать сходу? Ну, как бы. Вы помогаете же им, да? Я-то приехал, чтобы понять, какие у них сейчас есть проблемы, и постараться максимально им помочь. Мало того, дальше донести информацию об этой проблематике до всех госорганов, чтобы заставить госорганы предпринимать меры. То есть это была вот первая встреча, когда этой темой еще никто не занимался. Дальше были тоже у нас коммуникации, общения, и мы были очень активными, мы помогали там консультироваться с налоговой, помогали консультироваться с АСВ. Мои юристы круглосуточно там первое время, особенно эти первые дни января, на горячую линию принимали огромное количество звонков. Просто люди звонили с истерикой, они не понимали, куда писать заявление, куда обращать. Вот это вот первичный проблем, пул проблем, мы их, конечно, стараемся снимать. Дальше должны запускаться уже механизмы государственные. И наша задача вот как бы быстрее их запустить. Уже дальше начали работать министерства, ведомства, появился вот этот фонд. И сегодня, конечно, они стараются решить эту проблему. И, конечно, в любых кризисных ситуациях мы стараемся найти быстрое решение, помочь и дальше вместе с органами власти уже запустить механизмы такой системной работы с этим кризисом. Как вы смотрите на макроэкономическую ситуацию? И понятно, что мы живем, мы не можем быть оторванными, да? Мы живем в одной стране. И если плохо по всей стране, у нас хорошо быть не очень может. Что вы думаете по этому поводу? Ну, на самом деле, я сейчас не хочу загружать нашу дискуссию вот этой большой аналитикой, то есть свое личное мнение про будущее страны, про будущее экономики. Но понятно, что сейчас мы видим по индексу наших настроений, в общем, индексу настроений страновых, что есть большие сложности у бизнеса. Это очень плохая тенденция, очень плохое настроение, тем более, что вот есть макроэкономические вот эти все ситуации, проблемы, точнее, связанные там с курсом, с санкциями, ну, перечисленные варьи проблемами. Вот, однако, ну, мы понимаем, да, и вот мое личное мнение, на самом деле, экономика же, она всегда по спирали движется, это уже закон практически незыблемый. То есть есть всплески, есть падения, потом дальше должен быть подъем. Я считаю, что, на самом деле, самое главное сейчас переключить сознание, переключить сознание на то, что мы действительно движемся вниз и предпринять, ну, такие вот неординарные, экстраординарные усилия для того, чтобы подняться вверх. Я уверен, что мы это можем сделать. Да мы, в конце концов, даже в Татарстане локально можем это сделать. Нам много раз это удавалось. Ну, возьмите, там, прошлое, да, 90-е годы, когда вокруг нас происходила деградация территорий, а Татарстан начал вдруг развиваться. Потому что, ну, здесь локально мы просто более эффективную систему работы выстроили. И находясь внутри России и соблюдая все законы российские, мы при этом выстроили экономику, которая сегодня является одной. Мы являемся регионом одним из лидеров. И, конечно, нам под силу, на самом деле, имея такую эффективную команду президента и имея развитую экономику, мы можем какие-то кардинальные, нетривиальные вещи придумывать и делать. Но самое главное, чтобы об этом задумались. И, конечно, то, что мы эту ситуацию, я считаю, показали, и президент очень чутко на это отреагировал, очень подробно мы ситуацию разбирали, это такое хорошее, должно подстегнуть всех для того, чтобы этой темой совершенно по-новому заниматься. Хорошо. Давай другую тему возьмем. Ну, она, по сути, та же. По самозанятым гражданам, да? У нас вы проводите исследование или провели уже, что у нас в этой сфере происходит. Потому что, ну, очень многие там квартиры сдают, там где-то преподавателями работают. Вот рынок-то, он очень серьезный такой, на бытовом уровне. Но, тем не менее, я знаю людей, которые, вот преподаватель английского, все, у нее там 10 учеников в день приходят, вот, ей хватает налогов, как бы не платят, ничего, но она хороший специалист там, ну, и по многим-по многим параметрам. Как вот упорядочить это? Как его с государством примирить, что ли? Законы какие-то у нас вышли, чтобы людей не загонять в этот, в неправовое поле? Ну, давайте начнем с того, что люди сейчас уже в неправовом поле, по сути. То есть, у нас огромное количество самозанятых в стране. По разным оценкам, там, от 10 до 30 миллионов людей сегодня получают доходы, об источниках которых государство ничего не знает. Но здесь, как бы, это не все самозанятые, и вообще непонятно, кто такой самозанятый до конца. То есть, допустим, там, тонкая грань между наемным работником, который в конверте просто зарплату получает, и самозанятым, который занимается каким-то бизнесом. Ну, то есть, вот, где вот эта грань, понять достаточно трудно. Соответственно, определить конвечный статус тоже достаточно тяжело. Мы в Татарстане провели по поручению президента на предпоследнем заседании Совета весной. Мы тему самозанятых подняли и получили поручение провести исследование более качественное. Мы проводили именно качественные исследования, не количественные. Нам не столь важно было отцифровать их, потому что, ну, отцифровка, это, знаете, такая история. Но мы знаем, что их много. Ну, там, по мнению статистики официальной, это 491 тысяча в Татарстане. Сбербанк говорит там свои цифры, примерно близкие к этому. Они считают, они примерно, ну, представляют, что примерно такое количество пользуются. Полмиллиона из четырех там с лишним миллионов в Татарстане? Я думаю, что фактически в Татарстане их даже больше. То есть, не полмиллиона. Но, еще раз, у нас не стояла задача количественного оценителя. Мы должны были качественно понять, кто такие самозанятые. И самое главное, какие у них сегодня проблемы и с чем они реально сталкиваются. Мы поняли то, что самозанятые, во-первых, представлены они практически во всех сферах. Они занимаются практически всем. Кроме, конечно, отраслей, там, не знаю, там, ядерная энергетика какая-нибудь, да, машиностроение тяжелое и так далее, там, где нужны большие инвестиции и, как бы, активы. То есть, вход в этот бизнес, когда очень дорогой, там, конечно, самозанятых нет. Во всех остальных сферах они есть. И они не платят налоги? Это первое. Значит, второе. Эти самозанятые, они не получают каких-то сверхдоходов. Большинство, с кем мы общались, там, знаете, ну, говорим, в среднем, при самозанятых, получают, по нашим оценкам, примерно 30 тысяч рублей в месяц. На что часть из них, на меня начинают просто откровенно, ну, возмущаться в лицо, говорят, да вы что, у меня 15 тысяч дохода ежемесячные. 15 тысяч я получаю. Но мы говорим в среднем, потому что есть те, кто зарабатывает достаточно много, и есть те, кто зарабатывает действительно мало. Они практически все сегодня находятся в статусе, ну, в таком полулегальном. То есть, по сути, они, если очень сильно докопаться, они, конечно, нарушают много законов в Российской Федерации. И нормы требований. Но фактически их сегодня очень много, и эти люди, как сказать, ну, они не совершают каких-то тяжких преступлений, понимаете? То есть, это люди, которые, мотивация у них основная, они не пытаются там заработать сверх деньги и потратить их, не знаю, в казино. Это люди, которые пытаются себя занять и получить какой-то базовый доход, чтобы нормально жить, понимаете? Это вот, это как бы, ну, это средний класс, если хотите. То есть, люди, которые сегодня просто нормально работают. Вот. У них есть проблемы. Их достаточно много. Вот на последней встрече президента с самозанятым мы сформулировали там пул из 10 проблем, 10, скажем так, головных болей и страхов, которые есть у самозанятых. И там все далеко не ограничивается вопросом, сколько они будут платить. Тем более, что мы понимаем, что ситуация сейчас сильно изменилась. Ну, как бы, как было раньше, уже не будет. Государство решило всерьез заняться самозанятыми. Наша сегодня ключевая задача, мы это пропагандируем, чтобы это было, ну, такое мягкое вхождение. И, с другой стороны, государство создало условия комфортные для самозанятых. И не создало таких карательных жестких механизмов, понимаете? Потому что сейчас есть разные подходы. Кто-то говорит, ну, давайте там... Подведем под статью незаконное предпринимательство. Да вообще, ну, как бы, начнем там жестко штрафовать, ловить там прочее. И вот только так мы заставим. Ну, неправильно это, понимаете? Люди же, еще раз, это люди, которые нормально занимаются своим трудом. Ну, то есть они зарабатывают не такие огромные деньги. Сегодня карательную функцию против них врубать, мы, конечно, против категорически. Но если даже пытаться кого-то наказать, то надо сначала все-таки создать условия. Условия, когда человеку будет комфортно заниматься самозанятым, быть самозанятым. Еще раз, вопрос платежа, конечно, он номер один. Далее, вопрос нормы требований. Сегодня мы про контроль с вами говорили, насколько сложно соответствовать всем нормам требований, насколько высока вероятность, что тебя штрафуют. Понимаете, самозанятые сегодня, вот, допустим, те, кто производит пищевку любую дома, их огромное количество. Откройте Инстаграм, там куча предложений. Да мало того, мы все сами пользуемся этими услугами, к сожалению, к счастью, нет. К счастью там вкусно и хорошо и быстро делает, это же его деньги. То есть это рынок. И потребитель сам голосует рублем, что называется. При этом, ну, мы много раз консультируемся с Роспотребнадзором, сегодня невозможно ничего произвести из пищевки на продажу в домашних условиях. То есть нормы и требования, они категорически это запрещают. И то же самое касается абсолютно многих других отраслей. Вот самозанятые для них, конечно, сегодня они имеют определенную свободу. Они, вот допустим, мы общались там с теми же, ну, мамами в декрете, да. Возможность 2-3 часа у себя на кухне производить там какую-то кондитерку, для них это свобода. Они без отрыва от ребенка, от дома, от домашних забот, они могут производить что-то и зарабатывать. Им этого хватает. Ну, для того, чтобы докупать что-то для ребенка там, или, в принципе, как бы нормально существовать, более-менее. Вот. Но при этом это не соответствует никаким нормам. Здесь, конечно, очень большой вопрос. Насчет мотивации их стать легальной полю. Насчет создания для них условий. Насчет упрощения требований к ним. И, в конце концов, кто это будут такие? Ну, извините, есть ИПшники. Если их делать ИПшниками, то вопрос возникает, что они не смогут стать ИПшниками многие. А индивидуальные предприниматели сегодня, если появятся просто самозанятые с облегченными требованиями, возникает вопрос, а почему тогда индивидуальные предприниматели должны испытывать вот этот комплекс проблем? То есть, ну, вот там вопросов, на самом деле, очень много. Так что-то решилось? Вы весной озвучили вот это все, да, у президента? Что решилось на сегодняшний день? Ну, инициатива еще раз на федеральном уровне. Но сегодня мы, вот этот комплекс из десяти проблем, президент поручил по каждому из них конкретно целевым образом работать. По многим мы работаем сейчас с коллегами с федерального уровня. То есть, в ближайшее время тоже у нас планируется, скорее всего, что приедут гости из федерального центра, те, кто как раз-таки разрабатывает решения. Мы будем с ними на месте здесь уже вопросы эти обсуждать. Ну, там еще раз, там нет простых решений. Там невозможно вот так взять и вот отменить все. Там в основном федеральное регулирование. Но мы сегодня вопросы, которые вскрыли, мы активно их прорабатываем с федеральными коллегами. И действительно вот эта проблематика, она для них очень ценна и актуальна сегодня. Но пока они будут на свой страх и риск заниматься этой проблемой. Ну, Татарстан с 1 января один из четырех регионов, где будет пилот. То есть, здесь будет пилот пилотироваться, ну, скажем так, с 1 января 2019 года. Так, а что в это входит? Вот подробнее об этом расскажите. Ну, опять-таки, еще пока окончательно, мы сами не знаем, мы вопрос задаем федеральному центру. Они как бы говорят, ну, это будет некий такой пилотный режим, когда самозанятые смогут легализовываться через мобильное приложение федеральной налоговой службы. Они обещают сделать это максимально просто и открыто. Там будут фиксироваться через это мобильное приложение все транзакции, которые происходят. И с этого будут как бы отчисляться небольшие какие-то платежи от 4 до 6 процентов, в зависимости от того, с кем работает самозанятый, с бизнесом или с физиками. Ну, как бы вот такая форма работы предполагается. Но на все остальные вопросы, которые я говорил, про контроль, про требования, про статус, про мотивацию, там, не знаю, возможности налогового вычета, да, как зарплаты и так далее. Про это пока вопросов... На эти вопросы нет ответов. Эмур, мы многие вещи обсудили. Вы сказали, что вы поедете по районам. График уже есть какой-то? Пока нет, он формируется, на самом деле. То есть, есть уже просьбы и заявки от районов, которые сами к нам обратились. Там, Бугульма, Арск, Ознакаево, набережные, челные, ну, коллеги уже выходили на связь и просили нас поставить график первыми. Мы выйдем в ближайшее время. Проблема не выехать. Проблема подготовиться хорошо. Мы сейчас готовимся, и команда активно над этим работает усердно. Понятно. Смотри, ты был на одной стороне баррикад, то есть ты был на исполнительной власти. Сейчас ты защищаешь интересы тех, кто на другой стороне баррикад. Ну, я вот грубо так уж провожу эти баррикады, да, Тимур? Ты чувствуешь, что есть война между землей и небом? Война, и где бы ты ни был? Ну, да. Ну, к сожалению, в сознании, в сознании и бизнеса, и госорганов есть взаимные неприятия до сих пор. Есть взаимные недоверия очень серьезные. Есть ощущение, скажем, недобросовестности сторон. Особенно это касается, ну, скажем так, взаимоотношений, опять-таки, контролеров, которые обычно сталкиваются с плохими. Есть мнение бизнеса про вот этих же контролеров и про представителей власти. Понимаете? Понимаете? То есть вот это партнерство, такого здорового человеческого партнерства, я не говорю про коррупцию. Я говорю про нормальное человеческое партнерство, когда человек друг другу друг, а не враг. Этого состояния, конечно, пока еще нам добиться не удается. И эта проблема есть. Но мы с этим, конечно, активно работаем. Как вы считаете, наиболее эффективный механизм в этой работе – кнут или пряник? Законы или привиления? Ну, давайте так. У нас очень интересная сторона. У нас свободу дай, тут заставь лоб расшибут. С одной стороны, да. Но я считаю, что должно, ну, не зря это будет смут и пряник, да, должно работать и то, и другое. У нас, к сожалению, часто только кнут пытаются применить. И как бы ответственность, она должна быть, но она должна быть разумная. Ну, то есть еще раз. Пришел тебе человек, контролер, ну, как бы, предприниматель говорит, да мы бы рады, наоборот, если бы он пришел и нам объяснил, что не так. Потому что, извините, сами мы не в состоянии понять, что не так. Ну, не надо нас сразу делать самыми главными, там, виновниками всего в этом мире. И сажать. И вплоть до того, что приостановят наши деятельности и разваливают бизнес. Из-за того, что, ну, не знают они всех правил, понимаете. Одно ведомство федеральное, их попросили сделать чек-лист. Чек-лист, что такое? Ну, как вот, как бизнесмен, вот вы же бизнесом тоже занимаетесь, знаете. Что такое чек-лист? Это короткий набор каких-то вещей, которые надо проверить. И вот проверил, значит, все окей. Ну, это тема, не знаю, у пилотов, да, авиалайнеров. То есть у них есть чек-лист перед каждым вылетом. Они проверяют то, то, треть, десятая. Все проверили, везде окей, значит, можно лететь. Федеральное ведомство сейчас попросили сделать чек-листы. Ну, одно из ведомств, Роспотребнадзор, сделало 198 пунктов чек-листы. Ну, как бы это не чек-лист, извините. Причем некоторые нормы, там, отсылочные, они говорят, ну, вот это вот смотри туда, а там дальше вилка такая, что там не разберешься. Понимаете? Ну, то есть, конечно, это нужно менять, и сегодня мы в этом направлении идем. Понятно. Спасибо вам огромное за интервью. Спасибо. Я думаю, все у нас с вами будет хорошо. Очень надеюсь. Да, и у наших предпринимателей. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.